Не получается у них провести быструю атаку и войти в зону. Перехват на синей линии. Может контратака получиться россиян. Смотрим за этим моментом. Бросок и не попадает. Чудом просто не попадает шайба в ворота. Отличный сейф. Также отметим в исполнении Степана Горечевских. Ну и давайте посмотрим. Один на один буквально вышел Антон Лазарев. Десятый номер сборной России. И все у него было для того, чтобы четвертую шайбу на турнире прием против Станислава здесь применяют. И команда Белоруссии пытается выйти из зоны. Голованов все-таки выигрывает шайбу. Бросок и 1-0. Счет открыт. И принимает поздравления Сергей Сальников, капитан российской сборной. Воспользовались россияне ошибкой белорусских защитников. И за ошибку эту своих соперников наказали. Давайте еще раз посмотрим за этим моментом. Нам показали уже, когда Голованов шайбу подобрал. Сделал, собственно, передачу налево. А Сальникову ничего не оставалось, кроме как в девятку шайбу направить. Ну, Горечевских задел и ловушкой, но поймать не смог. Финальная встреча универсиады. Белорусы пытаются ответить. Американские, которые обычно должны считаться фаворитами, они все-таки присылают действительно тех, кто является студентами, а не тех игроков, которые в первую очередь... И вот еще одна контратака у сборной России может получиться. Бросок с неудобной. И вновь мы отмечаем... То, как хорошо играет в своих воротах Горечевских. Вновь обрезались белорусские защитники. И два броска Горечевских отразил без всяких вопросов. Здесь, конечно, очень опасный момент был у Марата Валиулина. Пытка была. Заперли сборную Белоруссии в зоне. И какой момент? И снова Горечевских. Александр Сумин. На пятачке совершенно один остался. Бросал по центру. На хорошей высоте. Но Горечевских быстро переместился. И отбил. Если вспомнить 2007 год, то помним мы, что тогда команда Казахстана выиграла бронзовые медали. Ну, а канадцы тогда в финале победили россиян со счетом 3-1. В 2009 году уже сборная России одержала верх над кленовыми листьями. И именно сборная России является действующим победителем турнира. У нас тем временем опаснейший момент в данной ситуации. Но не получилось. Чем ответят белорусы. Входят в зону. И хорошая передача. И потом перевод в центр. Но благо в конек российскому защитнику попала шайба. А так могло быть очень и очень опасно. Шайбу из нашей зоны. И опаснейший момент у ворот команды Белоруссии. Но... У него это сделать не получилось. Отходит белорусы к своим воротам. Шинкевич ошибается в передаче. И сейчас прямо на пятачок. Там шайба к нему. Ну, а он выбрасывает ее обратно. Ну, и вот в четвертый раз. Нет, отскок. Очень опасный. И Гарипов какой сейф делает на последних минутах. Наверное, она будет выброшена. Во всяком случае, она должна быть выброшена. Российскими защитниками. Нет. Ну, и все. Сборная России выигрывает 25-ю универсиаду. Выигрывает как в общем медальном зачете. Завоевывает 14-ю золотую медаль. Также выигрывает и хоккейный турнир. Поздравляем российскую команду. Которая выиграла во всех матчах на этом турнире.